Да, Саш, дай мне водички Так давайте познакомиться Я в бане звусь Для меня знаком, я у вас каждый есть Так, давай, Саш, мне сейчас водички Уже без уровня, да? Да, да, уже Город все пересохло Дайте там жвачки Есть у нас тут специально Потому что, когда долго говоришь, потом обязательно надо пожевать Присаживайся туда Сейчас, сейчас, сейчас попью Ну-ка Скажи, как впечатление? Ну, я вот даже за собой заметил, что при толпе Хотя я не первый раз перед Ледмитой что-то вытворяю Говоришь по-другому Вот даже сейчас, наверное, будет чувство отличия Как когда мы слышим Как я спрашивал И сейчас Конечно Ну и все, давай Скажите, пожалуйста, какое-нибудь будущее Вячеслава Володина Если его возьмете в вазь? Ну, не знаю Будущее Вячеслава Володина Должны как-то рассматривать Наверное, должны они рассматривать Ну что? Ну как-то по-другому Не, ну вот, наверное, привыкли Хотя меня удивило Как можно сказать, на параспете на этом Я бы так не смог Наверное, вот в том числе А кто-нибудь сфотографировал, как я стою на марателе? Я снимал Сзади там, не знаю, что там Не, вот чтобы сзади, чтобы... А сзади какие-то злой кожи фотографировали Сзади бездна Я не боялся сейчас Ветер дует Да нет, ну я... Во-первых, я не боюсь высоты Это очень важный момент А во-вторых, ну, как-то я старый пограничник Не, я тоже не боюсь Но я десантник И так... Не, я бы не встал туда Все верно? Да Пофиг, ботинки только скользкие были Я подумал об этом Думаю, скользкие ботинки Надо было в тапки вот эту резину и одеть Но, думаю, потом ладонь Ну там так менты вокруг хороводились Я посмотрел, подполковник какой-то приехал Что-то там... Шутко им было Они не знали, что делать Разогнать они нас не могут Потому что такая толпа народу Представляешь, сейчас бы еще поддержали люди И стоять просто так им совершенно скучно И они начинают кого-то выдергивать Какие-то требования А что они там говорили-то? Что с парапетом? Давай, слази Да, то есть... У них очень важный такой момент был, чтобы... Вот в Мальцево заставили, что есть парапет Нас записали в аэропорте Вот, устранили А это они же дали? Да, конечно Ну, а что мне? Я взял слез с парапетом Все, хоть немного И было полно Во-первых, очень много было в штатском Вот А во-вторых Они рассредоточены были То есть я понял так вот Там еще даже машины какие-то серьезные стояли То есть они не одни были У нас просто обычно тут вот по выходным ходе Сразу на каждом САГУ стоит этот... Урал их Урал, КамАЗы вот эти То есть там ОМОН Я на самом деле знал, что сейчас приедут Ну так, на всякий случай Они наоборот сейчас демонстрируют лояльность Это новый такой подход Там полно, конечно Но они демонстрируют лояльность Потому что им это Ну такую команду дали Что вот, посмотрите, не показывайте людям Что вы там что-то кого-то хотите ласкать Но если бы там было 10 человек Они бы нас разогнали 100% Нет, подошел сначала один полицейский Сказал о том, что у нас там что-то не санкционировано Покажите мне, говорят, санкцию От администрации Что у вас здесь проводится мероприятие Я говорю, у нас встреча с избирателем Она не требует санкции Спокойно, все Но он там что-то повозмущался Я говорю, ну вы хотите сейчас что? Вы можете составить административное производство Возбудить, если вы считаете, что мы что-то нарушаем Вы будете про нем разгореть вот этих людей? Нет, не буду Потом приехал полковник Я так понимаю Игнатьев тут? Игнатьев с ним разговаривал долго С этим полковником Полковник сказал, что партия наша С вами Вячеслав Ильич Нашин Незарегистрированная И неофициальная И поэтому мы не можем с вами проводить Никакие встречи Вот И Игнатьев ему показал удостоверение Говорит, а как же я от неофициальной Незарегистрированной партии Принимаем участие в выборах Да, баллотируясь в Государственную Думу Он говорит, ну вы ничего не понимаете В Питере вы не зарегистрированы Значит вы не можете проводить встречу Ну в общем, то есть Человек просто не подкован был С точки зрения правового поля По выборам И поэтому он никакие действия не решился Если бы он был более подкован Я думаю, какие-то может быть Не, ему просто надо было что-то говорить А то что за здание такое с кладом Это вот это Сейчас скажу Вон там военно-морское Это училище военно-морское, да? Да, нет, не училище Штаб, короче Штаб какой-то Да, военно-морского флота А ты когда разместишь этих Параштаб Сергей Когда ты разместишь Параштаб эту Что про штаб Договор о коллективной безопасности Мы его разместили Вы имеете в виду московский? Да А надо было на ютубе Показать на подготовке И пояснить Обязательно Мы в понедельник можем показать Обязательно Там газпромовская заправка Стоит на тротуаре И чтобы пройти Нужно пройти через газпромовскую заправку Представляешь? На Ленинград А рядом Штаб Договор о коллективной безопасности Вот этого Организация И там этот забор Разваливающийся Ну то есть это здание Министерства обороны Еще с 30-х годов И там все это валится Все сгнило Все Я говорю Вот если бы они сделали здесь заправку Для того, чтобы Вот это починить Ну это еще можно было бы снести Да? Ну что ты ходишь через заправку И на тротуаре она находится Представляешь? Ты через заправку уйдешь Ездят машины Мы это засняли Но это все Деньги идут в карман И те деньги ушли в карман Которые на ремонт Всего этого Все разваливается Вот она разрука То есть у нее Две собственно формы Мало того, что они крадут деньги Они еще нам жить мешают Вот это вот Газпромская заправка На тротуаре Да? То есть они нам мешают жить Ладно, мы там что-то крали как-то Ну что? О! Товарцовая пурочка Скоро уедем? Потом, после эфира Что мы сейчас будем с эфиром делать? У нас нет новостей Ничего нету А зачем? Включимся и на вопросы Будем отвечать Вот мы из Ленинграда Из Санкт-Петербурга У меня там на два эфира Вопросов Хорошо Вот Иван Ну, он у нас Ваня Ваня лучше говорить Ваня А то вы там парня такого С бородой Иван, Иван Я думаю, блин Мне бы не хотелось Чтобы я Иван Одну сразу Всего Ну, я как-то везде один Всегда Иван И меня вся Ваня называют Ой, она хорошо Как-то Я не такой важный человек Что Иван Если Иван надо Отчество тогда говорить Нет Ну, вы А меня все всегда Сергей называют Иван Самок Не, у меня бывают Да, бывает Иван называют Но вот знакомые Там Практически никто Иван никогда не называет То есть Как всегда Я Ваня Да Ну, вот недавно Проводили Соцопрос Так, чтобы Вы хоть чуть-чуть Представляли Ты, кто я такой Чего мы там делаем Не, а мне же Эдик показывал Несколько раз Что зацопросы С Эдиком Мы иногда Я редко Комментарии Очень пишу К видео Не знаю Даже почему Но Вот на его Передаче Я писал Мы так там На первом месте Погранвойска То есть Один человек был Кто ГБшников Почему-то Очень любит Ну, там Второе ВДВ На самом деле Десантников В Питере Не очень любят Потому что Там фонтаны Я на самом деле Я на самом деле И сам Очень спокойно В день в это И себя веду Но большинство Это ведет себя Неспокойно Это по всей стране Такая история То есть В Питере она особая Даже если Вспомнить Вспомнить Брата Фильм Да Потому что Знаете почему Не в каждом городе Фонтан есть А, ну да Здесь на каждом Десантнике Фонтан Фонтан Да Но они отключают Сейчас В этом году Правда не отключались В прошлом Надо с собой ведом Приносить воду Они даже воду оттуда Сливали В прошлом году Мы не искупались В этот раз Я не искупался Сампанское Паленое стало Все пить нельзя А что-то трезво Мне нырять Как-то Не с руки Было Но обычно Я купаюсь Но ничего не ломаю Они просто говорят Ну закрываем Что-то там Переломали Не знаю Все С фонтана Можно сломать Трубу там Отломать Хотя почему-то Когда день Пограничника Отмечают Или какой-то другой Сейчас многие Почему-то в фонтане Ныряют То ничего Не отключают Пограничник В фонтан Не ныряют У нас почему-то ныряют Они фонтан Охраняют Пограничники Потом это ВМФ Почему-то Тоже в фонтаны Полезли Вот они Как раз там Рядом Какие привычки Заразить Рядом Со 2 августа Ну Ну 28 Мая В Питере Мороз Трескучий Там не больно В фонтане Накупаешься 2 августа На 28 Мая Я в любую погоду Полезу Просто Если не искупаться В фонтане То получается День ВДВ Обычная пьянка Ну да То есть Вот это Как-то Я привык После дня ВДВ Я мокрый Прихожу домой То есть Прямо Китили Как служил Так и ныряю Хотя В армии Я служил Недавно То есть В 2007 Году То есть Уже В нашей Армии Ну в смысле В российской Поэтому Назвать меня Каким-то Старым ветераном Нельзя Как вам Питер Ну Вопрос Конечно Дурацкий Последний раз Питер Видел В 79 Году Вот сейчас Александрийский Столб Видел И Раат Ну Центр Это Наверное Не очень Да Поменялся Да Нет Ну Конечно Поменялся Некоторые Улицы Которые Я помню Мощеные Были А сейчас Что-то Они Заасфальтированы Так Я тогда Сейчас Вопрос Не буду Пока Да Мы Делаем Дальше А то Два Раз Как-то Собрать Да На самом деле Меня спросили Ну как Меня удивили Приятно Я думал Что меня пошлетит Прямо На стрелке Почему Ну как Вот я один В машине А остальные Там Остали Нет А ты Что Ты Хотел Все Снять Я Они Не Просились Никто Нет Если Попросить У нас Еще Места Есть Я Еще Взял Людей Я Что-то Думал Что Не Захотите Вообще Разглав Нет Ну там На площади Ладно Ответить Там Были парни С камерой Со мной Ездят Они Знать Я Абсолютно С микрофоном Я Все Понимаю Что Устали От этого Действия Когда Проходят Обычные Выборы Не такие Как эти И у меня Есть Территория Какая Я На земле Работаю Я Добиваюсь От своих Помощников Чтобы Они Организовывали Мне Не Не 11 Встреч В день Один Встреч Это Рубеж Нельзя Поэтому Я Один Встреч В день Совершенно Спокойно А здесь Одна Ну две Две Сегодня Две встречи Школа Сейчас Будем считать Третья Встреча Ничего Что Я Снимаю Да Третья Вообще Снимай Все Я Все Время Снимаю Просто На самом деле Из купюр Размещай Все Что Что Говорится Чтобы Люди Видели Нет Никакого Подвоха Даже Вопросы Вы Просто Про Политику Да Спрашивают Много В общем-то Все На самом деле Уже Спросили Вопросы Как повторяются Когда в чате Пишут А такие Более Личные То есть Которые В общем-то Никто не знает Про вас Да Я про меня Все Как бы Я не знаю Спрашивают Там Я просто Всегда Смотрю В записи Вот я Сегодня То что Вы в Питер Приезжаете Узнал Сейчас дня Случайно То есть Я еще Пятничный Эфир Не смотрел Ну да А у меня Там Подписано На вас У меня Приходит Рассылка Вот это Новое Видео И сегодня Я почту Проверять Стал И там Заголовок Был Чисто Мальцев Питере Я думаю А я вот сейчас Как раз Смотрел Слушал Ну когда Когда Проехали Кажется Вот И как бы Ничего Я не отвлекаюсь Нормально Вот Ну я сразу Зашел на видео На это Посмотрел Да Заголовок У вас же Пятничного Что Мальцев В Питере И вы там Первые две Минуты Говорите Что Вот Все стеснул На стрелке Это Думаю Ну Даже Если Нахуй Пошлю Все равно Скажу Обломаюсь Буду Спокойный Хотя Мы Простел Мы Семьем Запрос Снимали На самом деле Днем Тоже Про Медведева Спрашивали Вот Он же Вот Эту Херню Сказал Свою Что Идите В бизнес Это Кстати Вот Я не знаю Вы знаете Или нет Но Это Не его Фраза Когда До Реформы МВД Менты Жаловались Путину Что У них Зарплата Маленькая И Что Им Приходится Там Чуть Не Воровать Деньги И Он Это Вот Он Сказал На Своих Вот Этих Вот Слетах Ежегодные Даже Два Раза В Год Сейчас Я Помню Четыре Раза В Год Они Проводят Вот На телевидении Он Отвечает На Вопросы И Он Ответил Милиционеру Что Как Милиция Это Не то Место Где Деньги Зарабатывают Где Идет Бизнес За Деньгами А Милиция Это Служба Вот И Он Видимо Запомнил То Есть Повторил За Ним Просто Вот Я Серьезно Стосил То Сто Эх Ты Вагин Прям Как Карета Как Карета Мотоцикл Да Я Тоже Видел Круто Реально Прикольно Что Мы Едем По Московски Саратов Ну Да Есть Такое Ощущение Дорога Тоже Такая Хорошая Ну Она Чуть Уже И Довольно Все Похуже Хотя Деньги Я думаю Больше В нее Ухлопали У нее Ремонт Этой Дороги Обошелся Два Миллиона Долларов Километр Километр Можно Построить Деньги Чего Хоч Я помню Высказывание Был Министр Татарстана По Нефтяной Промышленности Он Говорил Если бы Вот эту Снефть Продать И Вырученные Деньги Можно Покрыть Золотом Несколько Слоев Весь Татарстан Ну Да Так же У нас Из Дороги Вчера Прикольно Да Было Как там Асфальт Красит В Владивостоке Да Да В Владивостоке Ждут Всегда Они Наверное У армейцев Взяли Те Лишь Те Красит А Те Асфальт У нас В Питере Ни одной Целой Ульцы Нет Я Четыре Месяца Работаю Таксистом Это Мы Сейчас Стали Делать Вот Видимо Лето Заканчивается Надо Бабки Которые Взяли Отрабатывать Ну У нас Вот На прошлой Неделе Было Одновременно Два Моста Закрыто Литейный И Троицкий То есть Они Так Усиленно Работать Вдруг Стали Все Перезакрывали Здесь Я Не знаю Если Не Это Ощистили Я На Метро Приехал А Так Тут И Самое Главное Ничего Лучше От Этого Не Становится То есть Они Там Делают Ну Каких Заплаток Понаделают То есть Фигня Полная Ну Все Равно У вас Дороги Хоть Как Делают У нас Вообще Никак У вас Совсем Я В Скою Был Там Даже По Улице Он У нас Ездил По Дорогам Расскажи Ужас Вообще Я Такого Просто Не Видел Нигде Это Я Понимаю Трасса Да А это В Городе Просто Ужас Ужас Можем Горде Просто Погибнуть Разбившись От Того Что Ты упал На машине В яд Смотри У нас Может Провалиться Грунт Там Есть Некоторые Участки Которые Вообще Никогда Не Делают Особенно Рядом С Трамвайными Рельсами Если Идет Трамвай То Рядом Там Вообще Жуть Что Происходит У нас Могут И раскопать Поменять Теплотрассу Бросить И даже И не Закопать Что Хочешь Могут Сделать Ресторан Мужской Кухни Это как Написано Ресторан Мужской Кухни Это креатив Мужская Кухня Женская Кухня Это как Ладно Женская Дегустация Детя Пишет О Лекарстве Древней Герпонии Для Мужчин Причем Как-то Это не комментируется Он пишет Такую строчку Что Настолько Мужчины Стали Настолько Мужчины Похожи На Женщин Что Он Пишет Известен Случай Когда Мужчине Дали Женское Лекарство И оно Ему Помогло Это Ну Я считаю 16 век Да Вот он Пишет А то есть Значит Раньше А сейчас В Японии Женские роли Мужчины Это знаете С каких пор Пошло Когда изобрели порох Вот вы и рассказывали Как только порох Изобрели Оказалось Что не надо Уметь огромные мышцы Ну да Сильно махать Этим мечом Таскать эти щиты Стаскать эти Сотни килограммов На себя Оказывается Можно просто взять На курок Нажать И на расстоянии Ты ликвидировал Врага И вдруг У всех появились Жабо Тросточки Духи Помады Парики Да Все Только порох Появился Вот так вот Меняется реальность Так меняется Сознание Экономическая Формация О которой Говорит Вячеслав 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 Да Согласен А вы знаете Что в Финляндии С этого года Или 17 Отменяют вообще Письменность Ручками Они писать Не будут Только клавиатуру Да А Как Показывает История Когда человек Начал писать У него Начал развиваться Ну развиваться Не Ну вполне Я допускаю Что здесь Тоже будет Какие-то другие Центры Можно будут Развиваться О Это Анечков Мост Да Человек упавший Слушает Там вот Знаменитая Статуя Очень Да Да Я знаю Все разные Кастеринское Литье Кастеринское Они Вот Всегда Эти Берут Берут Форму Друг Говоря Ну Меньше Такие Такие Там Разного Разного Размера Но Почему-то Их интересует Именно Вот эта Композиция Ну их Там Четыре А Композиции Там всего Две Две же Композиции Знаешь Не Увиду Могуч Что-то Будет Но Я очень Люблю Кастеринское Литье Поэтому Часто Встречал А где Его Делали В Челябинском В Челябинском Да Конечно А там В Челябинском Заводе Да Работяги И вот Интересно Когда Революционные Вот эти Вот На лошади Каждый волос Виден Каждый Волос То есть Причем Понимаю Что делался Ширпотреб Не значит Что тогда Мастера Были хуже Ну просто Присовет Ну не надо Такое было Делать Потому что Хотя Есть Экземпляры Которые Являются Конечно Уникальными И советские В том числе Причем Там Совершенно Разные Конечно Там Вот Есть Для общего Так сказать Пользования Дон Кихот Знаменитый Так Такой Вот Да А есть Точно Такая Вещь Уже Не Как бы Работа Такая Ну штучная Так скажем Работа Мастера Там Там Все у него Вообще Пластическое Искусство Это искусство Детали Как бы В основном Деталь Эпизод И чем он Ярче И точнее Проработан Тем Общее впечатление От произведения Создается Более Глубокое Полное Потом Уже В будущем Кино Перенялось Ты смотри Тут всякие Баркасов Всяких А сейчас же Этот сезон Многие Вон Сейчас Едет Трамвайчик С людьми Лодка Гулянкова Вообще Сейчас Я не знаю Было Раньше Маршрутное Такси Можно Было С одной Точки Города В другое Проехать Как такси Только На воде Что-то мы Влезли Похоже Встряли Да Музей Против Музеев Фаберже Мы стоим Интересно Буду Зайти В музей Фаберже Смотреть На красоту На совершенные Формы Круглые Круг Да Совершенная Форма Это просто Отчего идет Глубоко Генетически Когда человек Рождался Первое Когда он Более-менее Прозревал Первое Что он видел Это круглую Форму Грудь Матери Грудь Матери И поэтому Шарики Круглые Формы Солнце Мечи Это для ребенка Всегда Ассоциация С чем-то Очень Дом Вот он Дом Вот он Дом Вот следующий Вот дом Все приехали Тогда где-то вставать Все здесь Там больше не менее Станет А здесь нельзя Здесь нельзя Парковаться На этой стороне Нельзя парковаться Ребята Там надо Наверное Сейчас до нас Обязательно Если мы что-то Нарушим Докопаемся Сто процентов Поэтому Тогда Алик Дом Перегнать Там надо Компьютеры И мой Сергей Сергей Бери свой компьютер А Олег Тогда мой Возьмет Низь, да? Да Еще До конца Хоть на воду Пойдет Посмотри А где Ноутбуки? Там 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 Поднял Там Где же Там Там Такой Я Скоро Дерево Вот Там Прямо Итальянский Скоро Дерево Такие Делали Еще Такие Далька Да Двайни Второй Дерево Миндиана Джонский Да 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 Конечно Площадь Там Шестер Два Друга Да Прямо Три Друга А нет Ну Друга Потому Что До этого Четыре Друга 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 Я был Байлайнер Вот 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 Один Один Модель Модель Байлайнер 19,50 Модель Сказочный Требкой Другой Видите Даже Шоу Ну Пришлось Продать Потому Что Нужны Были Други Раз И Второй Он Нужно Может А вы Пойдете К нам На Игент Ну Все Надо Нет Просто Сейчас Мне Это Писать Сотопер Я Это Что Вы Сотопер Удешь Алик Смотри Чтоб Нас Не Стукнули может поближе поздать, у тебя уже проезжают такие здоровые машины какой кайф ну что, пойдем, куда идти надо? Вячеславич? да можно еще секундочку да нормально, пройдем нажимай там давайте обратим так нет, право пальчиком нажмите нет, там да, кстати вот тут можно ездить спасибо и меня щелкнул, смотри а, выключился я щелкнул давай истексим а что это снимает? у меня айфон нет красавца отлично давайте торопись конечно конечно спасибо 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 еще чуть все пойдем пойдем все пойдем давай 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 зайдем зайдем да вот такие пароходчики мне очень нравится сейчас, Слав, вода поднялась и у них это все как бы у меня вот такой катер был на той стороне я провел два года назад все а там же а там же есть где зарядить да аккумулятор сейчас у меня вообще я там не был ни разу а что там вообще что за помещение понятия не имею даже приблизительно не поставлю вы спрашиваете в Саратовце что за помещение на Фонтанке 19 я здесь последний раз был 4 года назад и то в этом здании никогда не было Вячеслав здравствуйте а можно было с вами сфотографией да легко ну пацаны может посетить на нас да давайте давайте а вы скорее Питерская точка петротеев и что что в Америку а вы еще не нужно а что это у нас в штрафе а у них Ну точно, я думаю, что это не все. Давай, я сейчас... Давайте, мы с нас на трассе раз. Давайте, мы с нас на трассе раз. Все, ребята, все хватит. Все, ребята, все хватит. Это мимохо-мирелоз. Хотя, это есть. Есть, спасибо. Вот так. Вот одну фотографию. Вот, вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Горитog. Вот есть. Выuteur. Ну что, пойдем сюда? Мне первый раз, что, помогу вам. Ну что, пойдем сюда? Ну что, пойдем сюда? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...